Итак, друзья, привет-привет! С вами Лена опять. Лена, Лена духом не падает. Вышиваю свою сову, взяла сегодня. Взяла сегодня, и так, да, на завтра не получится её взять, потому что завтра мы едем в Москву. Из Москвы я хочу проехать на колокольню, поэтому, если же только присяду вечерочком ненадолго, мог быть, мог быть, получится немножко повышевать. Так, пока сова, значит, у меня моя утешительница. Да, ну вчера, честно говоря, вообще я как-то сидела и просто отдыхала, да, что ничего вообще не тянула делать. Так, тут у нас что? Какие-то перемены, как вы видите. Сейчас, секундочку, надо как-то нам всё это подвинуть по-другому, потому что я, знаете, что вышиваю сейчас правая рука сверху. Правая сверху. Знаете, почему? Потому что у меня правая сверху, да, левая снизу, а обычно правая внизу, а левая наверху. А тут почему так? Потому что у меня что-то левая рука, которая всё время внизу, почему-то она стала как-то не то, чтобы болеть, не болеть, вот какие-то ощущения неприятные. Не знаю, как их описать, как их назвать, но неприятные. Я так понимаю, что это от того, что эта левая рука всё время в одном положении и в одном напряжении. Там, не знаю, может, это называется тоннельный синдром, я не в курсе, но какие-то неприятные ощущения однозначны. Поэтому я решила, 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 да, сменить руку. Конечно, это было непривычно, да и сейчас не очень. Скорость, конечно, меньше. Ну, я сменила наклон пялец, сменила руку и надеюсь, что это поможет как-то. Поможет. Как-то поможет. Хотя, конечно, уже не так ловко, не так ловко получается, но, тем не менее, это надо сделать, периодически, наверное, руку надо менять. А то, во-первых, ты сидишь всё время в одном искривлении и всё время одна рука определённым образом напряжена. Поэтому необходимо сделать эту перемену. Да и, в принципе, неплохо владеть левой и правой рукой одинаково. Говорят, это даже для мозга полезно. Говорят, что даже надо наоборот, если вы правша, то надо левой рукой ходить чистить зубы утром. И даже это уже благотворно воздействует на мозг. Полезно, короче. Да. Поэтому надо уметь делать такие вещи. Вот я и сижу. И руку, значит, сняла с неё нагрузку, и мозг развивается. Или наоборот. Ну, в смысле, не то, что развивается, а это не закостеневает. Не закостеневает. У нас тут ударил мороз. У меня кашель ещё не прошёл, но значительно лучшее состояние. Выглянуло солнышко со вчерашнего полудня. Соответственно, настроение немножко улучшилось. С ситуацией я смирилась. Высказала все эти свои соображения мужу. Он сказал, чтобы я не трепала себе нервы. Сидела и спокойненько смотрела, что дальше будет. Но я, конечно, всё равно кое-что предприняла в том плане, что у нас там теперь ходят чужие люди, посторонние совершенно, которых я не знаю, не могу контролировать, не могу за них отвечать. И поэтому я решила, что мне надо поехать и кое-что забрать с колокольни. Материальные, так сказать, ценности. У нас там нитки, вот эти золотые греческие, бабочка, знаете, сколько они сейчас стоят. У нас там жемчуг натуральный тоже просто так лежит. У нас шёлковые нитки Мадейра. Короче, я решила, что я это всё пока приберу. Заберу, приберу, заодно тут рассортирую. По пакетикам и разложу. В общем, когда надо будет, если надо будет, всегда могу это принести обратно, точно так же, как и унесла. Короче, вчера я взяла это всё и забрала самые ценные вещи. Просто, знаете ли, те, кто туда сейчас ходят, они не врубаются, что это за такое, что это каких-то денег стоит, что это надо хранить, как зеницу ока. Нет. Лучше убрать от греха. Лучше убрать от греха. Так, где какая правая сверху? Забываю я это. И завтра, в четверг, мы едем в Москву, а потом я ещё тоже приеду на колокольню. Там девчонки должны сидеть, вроде как обещались прийти, наши обычные девчонки. Так, всё путаю, всякая рука. И мне надо там всё-таки сделать ревизию, всё перетряхнуть, покомпактнее сложить, в коробке убрать. Ой. Что ещё переживаю? Это то, что у нас там пяльца. У нас там пяльца, у нас там станки для церковной вышивки, для нашей, у нас там ноги для пялец. Это всё, понимаете, деревяшки. И они там никому не будут нужны. Их потом скажут, это просто кому выкинут, и всё. Потому что ни для кого это никакой ценности не представляет, кроме нас. Никто даже... Представляете, сколько сейчас стоит? Я смотрела, вот просто ноги, прямые подставки для больших пялец, пять тысяч стоит пара. у нас таких три пары. Плюс станочек регулируемый, на который крепятся наши пяльцы, на которых мы вышиваем церковную вышивку. Это немножко другие пяльца, это не то, что для крестика. И не такая рама, как для... Ну, как бы рама для вышивки вот этой. Это там другое. И денег, естественно, оно тоже стоит приличных, особенно сейчас. Тем более, сейчас уже никто там у нас... Раньше был дядечка, который делал их нам на заказ в лавре. насидел. А сейчас, я не знаю, сколько это будет стоить, дядечки, наверное, того нету. Он уже был очень пожилой, а тому уже несколько лет, как он делал. Вот за пяльцы я... То есть вынести их и вывезти мне тоже, особенно-то дома-то их хранить я не могу. А на улице, в сарае их хранить нельзя, потому что это вещь деревянная, боится сырости, да? Понятно. А там оставлять... Во-первых, они места занимают много. А там это хозяйство сеточное расширяется, и боюсь, что это в лучшем случае куда-нибудь на чердак снесут. А то, что попадает на чердак, он в итоге потом сжигается, выбрасывается. Понятно, да? Короче, вот я за пяльцы переживаю. Муж мне говорит, что нет, оно никуда не денется, сохранится. Я говорю, ну, типа вы потом вернетесь, и все будет стоять на месте. Я говорю, ну, не факт, во-первых, что мы вернемся. А во-вторых, это реально никому не нужно, кроме нас. Это покупалось у нас на наши деньги. Мы тогда собирали, скидывались на общественные, короче, наши колокольнинские деньги нашего коллектива. То есть я не могу не знаю, раз, чтобы взять на сохранение, но это надо с девчонками оговорить тогда, как это все может происходить. Не будет ли это типа того, что я украла общественное достояние. Но тут вопрос стоит. Либо ты прибираешь общественное достояние на хранение, либо это общественное достояние потом выбросит просто-напросто. Такая дилемма. Вот в четверг я туда появлюсь, и мы эту тему, наверное, обсудим, перетрем. И в любом случае там все наши мелочи надо сложить, компактненько убрать, по возможности упаковать, чтобы оно там не болталось, глаза никому не мозолило. Да и вообще... Да. Короче, посмотрела я вблизи на эту сетку, на эту станину. Конечно, громадная станина заняла на всю нашу комнатку. Наши там пяльца, где мы сидели, наши стулья и прочее. Все это резко сдвинуто. Друг на друга прямо поставлено. Такой горой стоит в углу он некрасивый. Ну и плюс они плетут эту сетку почему-то коричнево-зеленую. Хотя сейчас зима. Вроде бы надо белые как бы включать. Почему они плетут коричнево-зеленые непонятно. Это же получается наоборот не маскировка, а демаскировка выходит. Вот такие дела. Я даже там спросила, но мне никто не постарался отвечать. Ну и ладно, это не моя забота. Не моя забота. Не моя забота. Моя забота прибрать наше имущество по возможности. Вот так. Это все по поводу колокольни. Ну я уже все спокойнее отношусь. С мужем поговорила, он меня поддержал, не стал меня ругать. Честно говоря, он не особенно то есть он будет по-моему только рад, если я перестану туда ходить. С другой стороны он понимает, что это было мое отдохновение, так сказать. Он-то вырывается же из дома, а я-то получается тогда все время буду дома. Но я ж могу это самое взбеситься. То есть все-таки что-то такое нужно. Ну в общем он поприветствует любую ситуацию, которая меня утешит. Ну он мне помог. Вчера мы кое-что тоже забрали оттуда. Во всяком случае коробку с жемчугом я забрала и коробку с золотыми нитками забрала и наш органайзер с шелком я забрала. Там заодно надо постирать, разобрать, все прибрать, смотать, замотать. В общем кое-что я уже забрала, но кое-что еще надо забрать. Вот так вот. Ну вот такая какая-то деятельность, поэтому я немножко утешилась. Теперь по поводу вот этого самого корзиночного шва. Я там поставила вам который видосик. Там женщина то же самое. Она говорит, что вот ее не устраивало. Ну если вы видели, то видели, если не видели, то она короче пришла к тоже корзинному шву к этому. Но единственное, что я хочу там внести свою ремарочку. Она говорит, что гораздо больше расход ниток. Но это надо понимать, что она говорит относительно расход ниток относительно по сравнению с полукрестом. У нее там нет вообще, она не использует габелиновый стежок. Там только полукрест. И поэтому в сравнении с полукрестом конечно ниток расходуется как бы больше. Что-то у меня тут аж что-то как-то меня занесло. Куда-то я что-то заогнула. Ну ладно. Так, расходуется больше. Выровняем потом полу этими узкокрестиками выровняем. Что-то я заговорилась с вами и или уж распустить это хозяйство неправильно. По сравнению короче с полукрестом расход ниток на корзиночный шов больше, да. но по сравнению ну все запуталось совсем. Но по сравнению с габелленовым стежком на корзиночный шов расход ниток меньше. Вот что-то неправильно. То есть вот это надо учитывать. А я что еще что? Она как вроде тоже указывает что и крестики когда они одним цветом большой кусок они тоже дают грядки. Не только полукрест но и крест дает грядки. Это плохо друзья. Потому что мне предстоит Эми да и мне предстоит где-то этот Санта Клаус дедушка спящий и там большие куски будут именно фонов в кресте я боюсь как бы там не было вот этих вот самых грядок то есть мне надо эту ситуацию заранее предусмотреть может быть даже где-то как-то проверить что-ли я не знаю можно ли корзиночным швом шить крестиком вот так надеюсь вы понимаете надеюсь вы понимаете о чем я толкую так 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 надеюсь вы понимаете о чем я толкую все вылезает так ладно друзья я тут сейчас немножко закончу несколько крестиков этой короткой ниткой тут ее надо вставить куда надо где у меня моя 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 так это у нас бленд два цвета бленд под маленькой буковкой а так и туда перескакиваем уголок короче такое положение прошла и все эти стадии знаменитые от отрицания до до примирения все вы знаете это да отрицание примирения торг депрессии какие там стадии положены пройти все я прошла и я думаю что нет ну вот мне только жалко и сейчас на данном этапе мне жалко нашу мат часть наши пяльца наши рамы наши станки наши ноги для пялец вот это вот это мне жалко то есть вы вынести это я не представляю куда и как и как к этому отнесутся и в то же время боюсь что это все просто будет выкинуто впоследствии такие дела все я вам значит сказала по поводу колокольни сказала по поводу будущего санты и вопросы как это крестиками делать корзинный шов это все надо будет проверять в конце видео я вам поставлю про свой курятник кому интересно это в самом конце все тут уже ничего не сделать и что еще вам сказать сейчас наверное покажу еще все-таки еще раз крупнее как я буду закреплять ниточку пока пауза ну вот значит смотрите еще раз показываю как я это делаю у меня на конце завязан вот две ниточки бленд на конце завязан узелок надеюсь вам его видно где да узелок и вот что я делаю я вставляю в середину крестика будущего так где у меня здесь должен быть то есть не вбок не в уголок а в середину середину вытягиваем вытягиваемся и уходим не в уголок а в бок боковую дырочку все видите практически его не видно и узелок внутри в центре безопасен в том плане что его никакими последующими тачками никак не развяжешь опять же напоминаю что это ниточки шелковые они скользкие и не так-то хорошо держится даже узелок а про микрозакрепку я тут вообще воздержусь не думаю что тут что-то так сработает узелок еще какая-то гарантия но при том что его не побеспокоят ни с какой стороны чтобы его не побеспокоили ни с какой стороны его надо центр закрепить так вот мы это делаем отмечаем на своем приложении так и теперь нам надо перебираться вот сюда к углу к углу раз два так вот здесь расстояние не очень большое можно сделать протяжечку смело вот в шелке лучше уж сделать протяжечку чем лишний раз крепиться потому что опять же очень скользкие ниточки протяжечка она потом зашьется ее и видно не будет вот так надо немножко подтягивать потому что они что только пружинят так отметим опять забыла что у меня опять забыла что у меня правая рука должна быть наверху так попытаемся мозг он видишь штука ленивая он хочет как привык делать мы пытаемся его заставить сменить алгоритм вот так надеюсь вам видно вот так так сюда где-то что у нас такое получается это еще не голова а нет это уже голова о все это уже голова это голова отлично то есть она пойдет видится подожди где-то так то есть мы даже можем уместиться вот еще я к чему о чем говорю то можем даже уместиться так правая сверху правая сверху то уже пошла головка но знаете я даже в любом случае думаю что наверное я даже если оно будет помещаться я наверное все равно сделаю головку круглую без этих ушей потому что реально они какие-то агрессивные агрессивные эти уши острые торчащие ну и может быть я так и сделаю все равно круглую голову и заодно внизу то же самое там какие-то острые уши торчат наверх такие острые перья торчат внизу с кольца свисают может быть я там тоже закруглю эти перышки то есть сделаю более мирным все это более мирным менее агрессивным может оно и к лучшему как говорится все что не делается делается к лучшему и из-за того что есть опасность нехватки канвы мы сделаем нашу сову более миролюбивой более мягкой гладенькой спокойненькой вот так где мы находимся я опять шью а вам ничего не показываю так когда крупный план так это трудно уследить что оно выходит выходит за пределы видимости все время посматривать туда так дальше уголок правильно все совпадает совпадает и все-таки разметка нужна друзья с разметкой намного увереннее и ты всегда можешь убедиться что ты вышел куда надо так дальше куда у нас идет это ашка она идет аш раз два третья и одна вниз так дальше через одно дальше так похоже здесь они кончаются кончаются значит нам надо закрепиться как мы закрепляемся смотрите в предыдущий сбоку выходим наш последний натянулся соответственно потом как бы более плоско заходим так чтобы она вот так ушла да раз и теперь заходим в последний точно так же выходим и заходим все и выходим наружу вот так это я делаю все друзья я вам еще показываю кур в конце ну и пока с вами прощаюсь на кур можете не смотреть там курятник понятное дело что там не камильфо и не гламур куры насесты ну и какашки тоже куда без них навестим наших питомцев так что тут за бардак кто тут макароны раскидывает ой ты моя бедняжечка на так так все девочки 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 так секундочку заходим одной рукой очень неудобно все делать у нас тут есть дела зерна еще много зерна еще много курятник выглядит нам сейчас надо сюда забираться единственный минус что здесь ой яички есть 1 2 3 4 5 какие молодцы 5 яичек и теперь нам надо еще так секундочку перчатки сюда надо нам вкрутить лампу лампу вкрутить это керамическая лампа с алиэкспресса она должна она должна нагреваться просто греется но не светит да уже тепленько тепленько сейчас мороз ночью будет 16 градусов да греет греет значит тут у нас гнезда здесь у нас нас тест здесь у нас лампа которая греет и светит ну единственное что вот так вот приходится мне лазить конечно никто кроме меня ой этого делать не будет довольно сложная система но ничего не поделаешь куры 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 где остальные где они сейчас они еще семечка насыплю семечек семечек ай да есть под ног видите у них какие лозы какие лозы какие дорожки куры 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 учитель дальше дошли client вон там еще у вас какое кроме тех опускается закрывается она рукой не очень удобно так все Сейчас поставим.